Здравствуйте, обитатели Ютуба! Мне 41 год. У меня перелом малоберцовой кости. Вот гипс наложили сапожком. У меня уже сегодня ровно месяц, как я нахожусь в гипсе. Меня всегда интересовал вопрос, сколько она будет заживать у меня, эта кость, и когда я встану на ноги. Внятной информации я нигде толком не увидел. Где-то всегда идет такая информация в том плане, что или два месяца, или две недели. Две недели явно не катят. Месяц уже прошел. Мне через два дня к доктору я сделал рентген. Доктор рентген как таковой еще не видел. Я его посмотрел, когда сделал рентген. Но толком ничего не понял. Спросил кто рентген делал. Как там срастается. Она мне научными терминами объяснила. Но я как умным себя не стал показывать сильно. Потому что я не знаю, что это такое. Пошел в интернете, забил информацию. Что это такое. Оказывается, там в краткости это типа того заживляется эта тема вся. Вот. И сейчас вот в данный момент, когда я только-только ну как вспоминаю сломал ногу загипсовали меня у меня начался хруст какой-то внутри. Я очень сильно, конечно, переживал. Но судя по всему такое-то у кого-то спрашивал так вот ну у докторов говорят, ну в принципе ну так тоже двояко было. Кто-то говорил это неправильно, кто-то говорил это нормально. Но в итоге в течение где-то 10-15 дней хруст пропал. Вот. Что дальше-то? А, сижу на питании специально. Так вычитал в интернете как быстрее сращивать кости. Вот. Ну так как кальций кто-то говорит, что употреблять можно и употреблять, можно и не употреблять. то, что эффективности никакой не несет. Вот. Мне жена купила золотой мумиё. Ну не знаю, вроде бы как бы употребляю какой эффект, я не знаю хороший или плохой. Но вычитал то, что крепкий кофе и крепкий чай нельзя пить. Сладкое есть якобы как бы разрушает кальций в организме. Ну типа выводит. Вот. Газированную воду нельзя пить. Тоже почему-то не знаю почему. Вот такие вот моменты. Ну надо есть допустим цитрусовые фрукты всякие. Я ел мандарины, апельсины. Сейчас в принципе уже дня два не ем. Просто честно говоря надоели. Ем творожную массу. Ну как бы она сладкая. Не знаю. Ну не знаю. Ну вроде так чем вообще простой творог, который вообще не полезет. Вот. Ю кефир. Ну кисломолочные продукты вроде бы как бы рекомендованы. Вот. Ну я смотрел очень много видео еще как-то. Вот был момент с переломами. Люди были тоже. И рекомендовали как бы яйца всякие. Типа того, то что блендером все это дело взбить там вместе со скорлупой. И по чайу... А, не. По столовой ложке, по-моему, если не ошибаюсь я. Надо употреблять раз в день. Ну честно говоря, меня это дело не тянет. Вообще совершенно. Вот. Ну так как выздоровление у меня, я не знаю, идет, не идет, я в принципе на ногу наступаю, но не так пытаюсь сильно не давить-то. Я боли не чувствую никакой. По первоочку, ну в принципе даже не по первоочку, даже вот неделю назад я опять же могу вспомнить то, что у меня сейчас ровно месяц, высокосный год идет. где-то 31 день у меня сегодня ровно, четко, да, 31 день я смотрю на календарь. Вот. У меня получается так, то что первое... как получилось... Я отечность ног чувствовал одно время. Ну вот так это задерешь сюда повыше ногу, вроде бы уходит отек ниже все это. А сейчас в данный момент в принципе уже отечности толком не чувствую. Ну в принципе может я просто мало двигаюсь из-за этого. Ну будем смотреть дальше, что когда я сниму гипс, я сделаю отдельное видео. Ну думаю моя информация вам была очень слишком полезна. До свидания.